хотел бы рассказать вам в этом видео как состоялось мое первое знакомство с китайскими мотоциклами как оно прошло и как это повлияло на мою дальнейшую мои на мое дальнейшее отношение к ним все кто смотрит мой канал знают мое отношение к китайскому мото прому скажем так я считаю что это не самая надежная не самая качественная ну в общем говоря не стал бы я советовать прям уж всем покупать китайскую технику ну короче вы поняли о чем я и вот хотел бы рассказать с чего это началось а началось это с первого знакомства с китайским мото пробам это был период до того как я начал свою мотоциклетную жизнь за несколько лет до этого в деревне у нашего родственника был скутер китайский может он и есть до сих пор ну хотя большой такой двухместный выглядит солидно совершенно практически был новым на тот момент без падений пластик в идеале марки модель я честно сказать даже не помню но это не столь важно в данном случае потому что сколько я не узнал скажем так близко знакомился с китайским мотоциклами после того случая подтверждается то что марка то и не особо то и важно короче модель ну и дал у меня тогда его покататься весь день я на нем ездил по деревне ну там деревне такая типа три улицы такого характера естественно ездила я без шлема там же был мелкий ну у него я и даже не уверен что шлем ты был на самом деле он такой мотобайкер скажем так крутой был ну есть смысла ну и вот в общем покатался я все супер все здорово довольный и решили мы с отцом ехать соседну просто проехаться в соседнюю деревню а там ехать типа 20 километров такого недалеко ну наш общий вес кстати был 170 килограмм примерно это просто важно будет дальнейшем повествование запомните этот момент мы едем мы все супер проехали на половину пути километров 10 прилично так отъехали и вдруг раз и перестает ехать короче говоря скутер газ тупо открываешь он короче газует обороты поднимаются держится нормально но связи с колесом нету совершенно все скутерах короче говоря сломался порвался у него ремень вариатора ну делать особо нечего покатили назад в общем по переменную по очереди с отцом покатили назад я эти 10 километров запомнил хорошо летом-то пожаре самое то скутер катить в деревне ну вернули в воде хозяину он особо-то сильно не удивился не расстроился насколько я понял из тона разговора дальнейшего он как бы привык уже к таким вещам с момента покупки скутера и как бы такой а ну окей типа 5 там ехать куда-то он там в город собирался ехать на какой-то рынок там запчасти для китайских скутеров то есть короче я не удивился вот так вот и началось мое знакомство с китайским мото-промом еще раз как бы повторяю скутер был в идеале для по китайским меркам он был практически новым а наш вес был вполне допустимым 170 килограмм я еще дойду до этого потом же у меня тоже был скутер японские старый лет десять ему точно было и возил я двух людей такого же веса и большего и все супер здорово а тут вот такая неудача и вот самого первого раза самого первого знакомства китайский мото-пром сразу сам настроил меня против себя естественно после этого у меня сформировалась определенная позиция китайской те мототехники и рассматривая ее сейчас с каждым новым случаем знакомства не совсем объективно типа ну хороший или плохой а я ее рассматриваю с позиции скорее действительно ли плохой то есть не узнаю как бы что как а просто подтверждаю уже существующая у меня позиция и каждый раз оказывается что-то кида действительно плохой для примера через несколько лет постала случая когда я уже начал всерьез свою мото жизнь а начал я ее на и японском старым скутере ямаха grand xys 50 который сделан был вообще в тайване по-хорошему ну а мт типа да не ямаха а мт но по сути ямаха то есть можно все таки отнести его к японцам ну как ёбрик то же самое и если так подумать я на том скутере не вставал ни разу хотя ездил каждый день на нем каждый день ездил один ездил вдвоем если еще лучше подумать то я вообще на своих мотоциклах еще пока ни разу не вставал в дороге всегда довозили они меня до пункта назначения тьфу 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 слава богу но это факт причем опять же все они были старыми но это все были японские мотоциклы в этом-то и прикол они все были старые кроме двух ёбриков идея такая то что я не только ни разу не вставал на своих байках а еще и ни разу не катил их нет обманывал один раз все-таки катил я первую себе ху свою красную но катил я потому что бензин закончился с тех пор у меня кстати еще определенное негативное отношение к мотоциклам без датчика короче говоря потому что была себе х первого совсем поколения до 96 года и там не было датчик топлива и это полный бред я считаю ну типа в 90-х годах могли бы уж сделать не такая уж сложная вещица и не такая уж и дорогая тем более мотоцикл как бы она и не дешевый он новый то дорогой но почему-то не сделали принципе все всего лишь хотел рассказать свою историю потому что может быть многие люди не понимают ну и визитные это очевидно что многие не понимают почему я так дико хейчу китайскую мото-пром вот я хотел бы рассказать самое начало с чего началось типа как batman начало а у меня вот китайский скутер со сломанным ремнем вариатора начало начала хейта китайской мототехники хотя хейта у меня нету по сути я оцениваю и объективная считаю просто ее по-другому и не оценишь что-то